Здравствуйте, уважаемые студенты! Вашему вниманию оставляется лекция по дисциплине «Электрические машины» для студентов в специальности «Электроэнергетика». Лекция под номером 14 «Электрические машины постоянного тока». Меня зовут Беличенко Аркадий Петрович. Я старший преподаватель кафедры «Энергетические системы». План лекции. Реакция якоря, коммутация, характеристики и в конце контрольные вопросы для самостоятельного изучения. Также на данном слайде показан список литературы, который мне понадобится вам для самостоятельного изучения тем. Реакция якоря – это воздействие магнитного поля якоря на основное магнитное поле полюсов. Здесь на рисунках показано результирующее магнитное поле. Рисунок А. И распределение индукции в зазоре. Б. Справа показан рисунок расположения на магнитующих сил обмотке якоря на составляющие. Реакция якоря – это воздействие магнитного поля якоря на основное магнитное поле полюсов. При сдвиге щеток с герметической нейтрали, кроме поперечной реакции якоря, возникает еще и продольная реакция якоря, которая в зависимости от направления сдвига щеток оказывает или размагничивающее, или намагничивающее действие на поле возбуждения. Искажение магнитного поля в зазоре машины продольная реакция якоря не производит. Увеличение максимального значения индукции магнитного поля в воздушном зазоре за счет поперечной реакции якоря приводит к увеличению максимального значения напряжения между коллекторными пластинами, что, в свою очередь, может привести к возникновению искрения кругового огня на коллекторе и, в крайнем случае, к короткому замыканию и, как следствие, выходу из строя машины постоянного тока. Отметим, что искажение кривой распределения индукции зависит от величины воздушного зазора и будет тем больше, чем меньше воздушный зазор. К снижению максимального значения напряжение между коллекторными пластинами приводит к применению полюсных наконечников со скошенными краями и эксцентричного воздушного зазора. Компенсационные обмотки Применение компенсационной обмотки позволяет устранить искажение магнитного поля в зазоре за счет негативного влияния реакции якоря. Компенсационную обмотку соединяют последовательно с якорем. При таком соединении через них проводят один и тот же ток, обеспечивая автоматическую компенсацию при любой нагрузке. На рисунке слева показана станина машины постоянного тока с компенсационной обмоткой. Коммутация Коммутация называется процесс переключения секции обмотки из одной параллельной ветви в другую руку. Путем замыкания секции с щетками при переходе с одной коллекторной пластины на другую руку. При этом ток меняет знак на противоположный. Секция с замкнутой щеткой – коммутируемая секция. Время, в течение которой проходит замыкание – это период коммутации. На рисунке показана схема распределения тока в коммутируемой секции в различные моменты времени при уровне единицы. При переходе секции с одной параллельной ветви на другую ток в них меняет знак на противоположный. Секция с замкнутой щеткой называется коммутируемой секцией, а время, в течение которой происходит это замыкание – периодом коммутации. Электромагнитная причина. Если при завершении коммутации ток не спадает до нуля, то запасенная в контур энергии 1,2L умножить на ИДТ, все это в квадрате, высвобождается, вызывая искрение. Характер протекания коммутационного процесса зависит от закона изменения тока в секции, когда она замкнута щеткой. Запишем его приближенное выражение. Рассмотрим секцию в момент времени от нуля до Т-критическое. Запишем уравнение для секции. При этом сопротивлениями в проводах пренебрегаем, так как они малы по отношению к переходному сопротивлению контакта. Причины искрения во время коммутации. 1. Механические. То есть качество изготовления коллектора и щуточного узла влияет на причины искрения. 2. Электромагнитные. Это добавочный ток, вызванный результирующий ЭДС. 3. Потенциальные. Повышенное напряжение между коллекторными пластинами. 3. Т-критическое будет равно. 4. Числители. Б с индексом Щ минус. В скобочках А деленное на П минус единица. И все это умножить на 60. Знаменатели К с индексом М. Б с индексом Щ в свою очередь равно. Числитель БЩ деленное на БК. Это коэффициент щуточного перекрытия. Б с индексом Щ это ширина щетки. Б с индексом К ширина коллекторной пластины. К это число коллекторных пластин. При коммутации происходит изменение направления тока. Секции напротивоположно, так как секция имеет индуктивность. В ней будет наводиться ЭДС самоиндукции. Щетки могут замыкать между собой несколько коллекторных пластин. Поэтому в секции наводится ЭДС взаимной индукции от соседних коммутируемых соединений. Их сумма образует реактивную ЭДС. Помимо нее есть ЭДС наводима внешним полем в зоне коммутации от поля реакции якоря и поля дополнительных полюсов. Переходные сопротивления обратно пропорциональны площадям соприкосновения щетки соответствующей коллекторной пластин. Ток в коммутируемой секции. Характер изменения тока за период коммутации зависит от значения и знака суммы ЭДС. Первое. Прямолинейная коммутация, когда сумма ЭДС равна нулю. Е с индексом П равна Е с индексом К при дополнительных полюсах. Плотность тока одинаковая во всей ширине щетки. Второе. Замедленная коммутация, когда сумма ЭДС равна ЕП плюс минус ЕК. с индексом К меньше нуля. И все это больше нуля. Без дополнительных полюсов или со слабым полюсом. Плотность тока под сбегающим краем щетки больше. Ускоренная коммутация. Сумма ЭДС равна Е с индексом П плюс минус Е с индексом К меньше нуля. Это сильные добавочные полюса. Плотность тока под набегающим краем щетки больше. Прямолинейная коммутация при использовании дополнительных полюсов. А при замедленной коммутации возникает добавочный ток. И если его не становится равным нулю при ТК, то есть критическом, возникает искрение. При ускоренной коммутации также может появляться ток разрыва и искрение. Способы улучшения коммутации. Первое. Увеличение сопротивления цепи коммутируемой секции R с индексом Щ. Второе. Уменьшает число видов секции В с индексом ВС. То есть Е с индексом П будет примерно равно L с индексом С и примерно равно В с индексом С в квадрате. Третье. Уменьшает частоту вращения N. То есть ДИ по ДТ примерно равно N. Четвертое. Применение более широких щеток. Когда Т с индексом К становится больше, а ДИ по ДТ соответственно уменьшается. Четвертое. Сдвиг щеток с линией геометрической нейтрали. Пятое. Применение добавочных полюсов. Шестое. Применение компенсационной обмотки. То есть уменьшение поля реакции якоря. Так как искрение щеток связано с током разрыва, то меры по улучшению коммутации направлены на борьбу с ней. Сдвиг щеток применяют в машинах без добавочных полюсов. У генератора по направлению вращения. У двигателя против для создания коммутирующего ЭДС. Угол сдвига выделяется экспериментально по прекращению искрения. Недостаток такого метода только одно значение тока нагрузки. Способы улучшения коммутации. Это расположение и полярность добавочных полюсов. То есть Н большое и НС большое это у нас основные полюса. Соответственно вот эти два С маленькая и Н маленькая это два добавочных полюса. На правой высоте показана намагничивающая сила и кривая из мультирующего поля машины с добавочными полюсами без компенсационной обмотки. Для полной компенсации реактивной ЭДС ОДП подключается последовательно с обмоткой якори. А магнитопровод добавочного полюса ДП должен быть не настыщен. Для генератора дополнительных полюса имеет полярность следующего за ним полюса по направлению вращения. Для двигателя предшествующего. На слайде показаны варианты электромагнитного возбуждения машин постоянного тока. Первый вариант это независимое возбуждение. Когда обмотка возбуждения не соединяется напрямую с обмоткой двигателя. Делали. Параллельное. Шунтовое. Когда обмотка возбуждения соединяется параллельно. Ну соответственно последовательно соединяется обмотка последовательно и смешанная. То есть смешанное параллельно последовательно соединение. Или еще называют компаундное. Энергетическая диаграмма генератора независимого возбуждения. На рисунке показана энергетическая диаграмма генератора независимого возбуждения. Мощность передаваемая в цепь возбуждения расходуется на потери в цепи возбуждения. Двигатель вращающий вал якора генератора передает ему мощность P1. Электромагнитный момент генератора постоянного тока. Сила воздействующая на проводник с током равна F равно B умножить на L умножить на I. Для расчета принимаем индукцию на полюсном делении средней величиной. Так ток во всех проводниках одинаков. Индукция средняя. Каждый проводник практически пересекает магнитную линию перпендикулятора. Исходя из этого можно суммарную силу всех проводников сосредоточить в одном проводнике. То есть F большая будет B средняя умножить на L умножить на I и умножить на N. Где N это число проводников обмотки якоря. Отсюда электромагнитный момент будет равен M равно F умножить на D с адресом A деленное на 2. Либо M равен B средняя умножить на L умножить на I и умножить на N в числителе умножить на DA деленное на 2. При замене получаем электромагнитный момент равен C с индексом M умножить на F и умножить на G с индексом A. Электромагнитный момент равен C с индексом M умножить на G с индексом A. Электромагнитный момент зависит от потока и тока якоря. В генераторном режиме электромагнитный момент является тормозным. Уравнение равновесия состояния моментов запишется. M с индексом V равно M плюс M нулевое. Где M с индексом V это механический момент на валу генератора. M это электромагнитный момент. M с индексом 0 момент холостого хода. Характеристика холостого хода генератора постоянного тока. Характеристика генератора показывает его рабочие свойства. Они представляют собой зависимости между основными величинами. ЭДС в обморке якоря. Обозначается E большое. Напряжение на его зажимах. Ток в якоре. И с индексом I. Ток возбуждения. И с индексом V. И число оборотов якоря. Обозначается маленькое N. Каждая из характеристик показывает зависимость между двумя из указанных основных величин. При неизменных остальных. Эти зависимости имеют различный вид для генераторов разных типов. Снятие всех характеристик машины производится при постоянном числе оборотов якоря. Так как при изменении скорости вращения значительно изменяются все характеристики генератора. А нормальное большинство генераторов работает при постоянной скорости. Характеристика холостого хода генератора показывает зависимость между ЭДС в якоре и током возбуждения. Е равно F от И с индексом V. Снятую при отсутствии нагрузки. То есть номинальный ток равен нулю. И постоянном числе оборотов. То есть N равно константа. Для генераторов независимого возбуждения при отсутствии нагрузки, то есть это холостый ход, ток в якоре будет равен нулю. И с индексом V равно нулю. Так как ЭДС индуцированного обороты якоря равна E равно C умножить на N и на F, то при постоянной скорости вращения ЭДС окажется прямо пропорционально магнитному потоку. Поэтому в измененном масштабе характеристика холостого хода представляет собой магнитную характеристику машины. Здесь на слайде показана схема для испытания генераторов независимого возбуждения. Напряжение на якоре при этом будет равно ЭДС минус ток якоря умножить на сопротивление якоря. И показана характеристика холостого хода генератора независимого возбуждения. Показаны значения номинальных токов, токов возбуждения и точки в разных положениях. Соответственно ЭДС якоря будет равна C с индексом E умножить на F с индексом сигма и умножить на N. Нагрузочные характеристики генератора постоянного тока. Показана зависимость напряжения от токов возбуждения. При этом ток якоря является постоянным и число оборотов также является постоянным. Под номером 1 это характеристика холостого хода, 2 это нагрузочная характеристика. Особенности. Это универсальная нагрузочная характеристика и повторяет характеристику холостого хода. Смещена относительно начала координат на величину падения напряжения. Внешние характеристики генератора постоянного тока. Внешняя характеристика представляет собой зависимость напряжения на зажимы генератора от тока нагрузки. То есть U равно F от A с индексом Я. То есть напряжение зависит от тока якоря. При этом ток возбуждения постоянен. Соответственно сопротивление возбуждения постоянно. И число оборотов также константа. Эта характеристика соответствует естественным условиям работы машины. То есть машина нерегулируема. Сопротивление цепи возбуждения РВ постоянно. И снимается при неизменном числе оборотов. Для генераторов независимого возбуждения при постоянном РВ неизменен также и ток возбуждения. Кривая 1 представляет собой внешнюю характеристику, снятую на пониженное напряжение. Для снятия этой характеристики устанавливается такой ток в обмотке возбуждения. Чтобы при холостом ходе генератора напряжение на его зажимах было равно номинальному. УВ. Затем нагрузка генераторов увеличивается при неизменном токе в обмотке возбуждения. С увеличением нагрузки ток в ягоде генератора увеличивается как падение напряжения в сопротивлении его обмотке, так и размагничивающее действие реакции якоря. Что вызывает понижение напряжения? При изменении нагрузки от нуля до номинальной напряжение на взнажимогенератор уменьшится на величину дельта УПН. При снятии характеристики на повышение напряжения, это кривая 2, устанавливается такой ток возбуждения, чтобы при номинальной нагрузке генератора, когда ток равен току номинальному, напряжение на его зажимах было равно номинальному. После чего нагрузка генератора уменьшается. Внешние характеристики генератора постоянного тока они снимаются, это показана зависимость, номинального напряжения от тока якоря. При току возбуждения равен константа и соответственно число оборотов также постоянно. С ростом нагрузки напряжение уменьшается. В пределах падение напряжения составляет 5-10%. С учетом в генераторе параллельного возбуждения с ростом нагрузки напряжения уменьшается в большей степени. То есть падение напряжения составляет от 10 до 30%. При максимальном токе якоря намного большем ток якоря номинально возникает круговой огонь. Внешняя характеристика генератора постоянного тока. Это зависимость номинального тока от номинального напряжения. При этом ток возбуждения постоянен. Генератор смешанного включения. Это встречное включение. С ростом нагрузки напряжение резко уменьшается. Согласное включение. С ростом нагрузки напряжение не меняется. И генератор последовательного возбуждения. С ростом нагрузки напряжение увеличивается. Такой генератор нельзя использовать в качестве источника питания. Внешняя характеристика. Регулировочные характеристики генератора постоянного тока. Это зависимости тока возбуждения от тока якоря при постоянном напряжении. Напряжение на якоре также постоянное. И равно ЭТС минус ток якоря умножить на сопротивление якоря. Здесь показана регулировочная характеристика генератора независимого возбуждения. И также показано сравнение внешних и регулировочных характеристик генераторов независимого параллельного смешанного возбуждения с согласным и встречным включением последовательной обводки. Регулировочная характеристика. Это зависимость тока возбуждения от тока нагрузки при постоянном напряжении. Показывает, как надо изменить ток возбуждения при изменении нагрузки, чтобы напряжение на выход генератора оставалось постоянной величиной. 1. Генератор независимого возбуждения 2. Генератор параллельного возбуждения 3. Генератор смешанного возбуждения 3. Генератор смешанного возбуждения 4. Генератор смешанного возбуждения 4. Генератор согласное включение 5. Генератор смешанного возбуждения 5. Генератор смешанного возбуждения 5. Генератор смешанного возбуждения 5. Генератор смешанного возбуждения 6. Генератор смешанного возбуждения 6. Генератор смешанного возбуждения 6. Генератор смешанного возбуждения 7. Генератор смешанного возбуждения 7. Генератор смешанного возбуждения 7. Генератор смешанного возбужд То есть ток возбуждения равен току якоря и равен номинальному току. Слева показана система генератора с последовательным возбуждением и внешняя характеристика генератора с последовательным возбуждением. Данная система применяется редко вследствие сильного изменения напряжения с изменением нагрузки. Далее. Самовозбуждение генератора в параллельном возбуждении. Показана зависимость тока возбуждения от ЭДС, тока и сопротивления. Под номером 1 это характеристика холостого хода, под номером 2 характеристика в цепи возбуждения. То же самое при переменной частоте вращения. Процесс нарастания тока в обмотке возбуждения при холостом ходе машины может быть описан данными дифференциальными уравнениями. Процесс самовозбуждения завершается, когда ток в обмотке возбуждения достигает установившегося значения. Условия для самовозбуждения генератора постоянного тока. 1. Наличие остаточного магнитного потока. 2. Ток обмотки возбуждения направлен согласно с потоком остаточного магнетизма. 3. Сопротивление обмотки возбуждения меньше критического для данной частоты вращения. Далее. Двигатели постоянного тока. Для двигателя постоянного тока напряжение будет равно напряжение в якоре. ЭДС плюс ток якоря умножить на сопротивление якоря. Момент якоря будет равен С с индексом Н умножить на F с индексом сигма и умножить на ток с индексом А. Откуда ЭДС якоря будет равна С с индексом Е, F с индексом сигма и умножить на число оборотов. Соответственно, ток якоря будет равен в числителе напряжение минус ЭДС якоря, деленное на сопротивление якоря. Число оборотов будет равно в числителе У минус ток якоря умножить на сопротивление якоря. В знаменателе С с индексом Е умножить на F с индексом сигма. Пуск двигателей постоянного тока. Задача пуска. Обеспечить необходимый пусковой момент, то есть М с индексом П, и уменьшить пусковой ток. Способы пуска. Прямой пуск. Первый. Второй. С помощью пускового реостата, включаемого последователя в цепь якоря. Третий. При пониженном напряжении цепи якоря. При скорости равной нулю, ЭДС якоря будет равна нулю, ток якоря будет равен напряжению, деленное на сопротивление якоря. При этом сопротивление якоря будет мало, от 0,02 до 0,1. Соответственно, ток якоря будет больше тока номинального, от 10 до 50 раз. То есть ток будет достаточно большой. Рассмотрим пуск с помощью пускового реостата. Здесь показана схема пуска двигателя параллельного возбуждения с помощью пускового реостата и пусковых сопротивлений. И справа показана диаграмма процесса пуска двигателя в ход. Надо учитывать, что для двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением недопустим пуск без нагрузки. То есть обмотка возбуждения должна быть подключена на полное напряжение. И нельзя допускать разрывов в цепи обмотки возбуждения. Изменение направления вращения двигателя постоянного тока. Здесь показаны три схемы для изменения направления вращения двигателя. Для изменения направления вращения необходимо изменить направление тока в якоре. То есть вместе с добавочными полюсами и компенсационная обмотка или обмотка в обмотках возбуждения. Регулирование частоты вращения. 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 В зависимости от веса этих составляющих возможно три вида естественных характеристик. То есть в третьих характеристиках надрезают неустойчивый режим работы и на нее машину не выполняют. Для компенсации размагничивающей реакции якоря могут вводить стабилизирующую обмотку, последовательную обмотку возбуждения в полюсных наконечниках. На данном слайде показано регулирование частоты вращения двигателя параллельного возбуждения путем изменения тока возбуждения, то есть магнитного потока. Данный способ регулирования позволяет регулировать скорость вращения в пределах от 1 до 8. Продолжение характеристик подошвы акции соответствует торможению двигателя противовключением. В этом случае при скорости вращения меньше нуля ЭДС имеет противоположный знак и складывается с напряжением в сети, а момент действует против направления вращения и является тормозящим. Если при холостом ходе начать увеличивать частоту вращения с помощью проводного механизма, то сначала достигается режим, когда ток якоря равен нулю, а потом поменяет знак и перейдет в генераторный режим. На данном слайде показано регулирование частоты вращения двигателя параллельным возбуждением путем применения напряжения якоря при токе возбуждения постоянных. То есть скоростные характеристики двигателя показаны с параллельным, последовательным возбуждением при различных напряжениях на якоре. Двигатели последовательного возбуждения. При малых токах скорость N недопустимо большая, поэтому работа на холостом ходе не допускается. В углу справа показана схема двигателя с последовательным возбуждением. И в зависимости его момента и частоты вращения от тока якоря. Способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. ДПТ последовательного возбуждения развивает большой пусковой момент. При изменении момента нагрузки в широких пределах мощность изменяется в меньших пределах, чем у ДПТ параллельного возбуждения. Область применения ДПТ последовательного возбуждения – это тяжелые условия пуска, изменение момента нагрузки в широких пределах, электротранспорт, подъемно-транспортные установки. Способы регулирования частоты вращения. Первое. Посредством ослабления поля, когда N больше N номинального. Плюс такого способа – это высокий КПД. Второй способ. Шунтирование якоря, когда скорость меньше скорости номинального. Минус такого способа – это низкий КПД. Третий способ. Включение сопротивления в обмотку якоря. Скорость также будет меньше номинальной скорости. И минус – это будет низкий КПД. И последний, четвертый способ – изменение напряжения. Здесь показана схема регулирования скорости вращения двигателя последовательного возбуждения. Посредством шунтирования обмотки возбуждения, шунтирования якоря и включения сопротивления в цепь якоря. Справа показаны механические характеристики двигателя последовательного возбуждения. И, естественно, характеристика под номером 1. 2 и 3 – это шунтирующие обмотки возбуждения. 4 – шунтирование якоря. 5 – сопротивление в цепь якоря. 6 – последовательное включение двигателя. Регулирование частоты вращения ослаблением магнитного потока осуществляется либо шунтированием обмотки возбуждения некоторым сопротивлением, либо уменьшением числа битков, включенных в работу. При шунтировании обмотка якоря, ток и поток якоря возрастают, а скорость уменьшается. Регулирование скорости включения сопротивления в цепь якоря позволяет регулировать скорость вниз от номинального. Здесь показаны формулы и схема двигателя со смешанным возбуждением. И показаны его скоростные характеристики. Основные уравнения генератора постоянного тока. Уравнение моментов. М с индексом М равно М1 минус М0, где М с индексом М – это электромагнитный тормозной момент. М с индексом 1 – момент приводного двигателя. М с индексом 0 – момент холостого хода. Основные уравнения генератора постоянного тока. Уравнение напряжения. У с индексом ОЯ – это напряжение на выходе генератора – равно ЭДС вращения обмотки якоря минус ток обмотки якоря умножить на сопротивление обмотки якоря. Основные характеристики генератора постоянного тока. Первая характеристика холостого хода – это зависимость напряжения холостого хода от тока возбуждения. При этом номинальный ток равен нулю. Внешняя характеристика – зависимость номинального напряжения от номинального тока. При этом ток возбуждения постоянен, то есть константа. Регулировочная характеристика. Зависимость тока возбуждения от тока нагрузки, то есть номинального тока. При регулировочной характеристике напряжение номинальное, константа. И последнее, это регулировочная характеристика. Это зависимость номинального напряжения от тока возбуждения. При этом номинальный ток постоянен. На данном слайде показаны контрольные вопросы для самостоятельного изучения. Спасибо за внимание. Лекция закончена.